Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш аналитический семинар без индикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Рудович. Напомню, как обычно, доступен у вас чат. Можете задавать ваши вопросы прямо в чате. Я все вижу, читаю, стараюсь отвечать на ваши вопросы, которые появляются. Для того, чтобы его задать в чат, вам достаточно авторизации в личном кабинете. Но для тех же, у кого вдруг по каким-то причинам нет еще пока своего личного кабинета, его регистрация абсолютно бесплатная, две минутки времени отнимет, после чего у вас уже будет доступ к ЛК, будет возможность общаться в чате, установить торговый терминал, открыть счета учебные, реальные для того, чтобы совершать первые сделки на рынке. Начнем мы, как обычно, наш обзор с календаря экономических событий. Мы посмотрим, какие там события на сегодня имеются, сегодня-завтра, что может повлиять как-то на нашу торговлю, на нашу логику принятия решений. И дальше уже переключимся в терминал, посмотрим, что у нас там, о чем нам рассказывает технический анализ. Итак, сегодня у нас середина недели, среда, давайте глянем, что у нас на сегодня запланировано, по крайней мере, из статистики, что может быть. Из запланированного, это у нас правительство Британии, инициируя статью 50 для запуска Брексита. Это, во-первых. И, во-вторых, видите, выступление Дональда Туска, это председатель Евросовета. Ну, интересно, что же он на это скажет, либо он будет другие какие-то вопросы поднимать. Поэтому, конечно, штука важна, 16.45. Плюс в 17 часов, ну, тут немного статистики по штатам, вряд ли это как-то сильно может повлиять, но, как говорится, надо иметь в виду. Плюс завтрашний день обязательно посмотрим. Ну, это четверг, это завтра ВВП. Годовые данные по ВВП, ценовой индекс по ВВП, это все по штатам, по доллару. Ну, и плюс тут по еврозоне средненькой силы, средненькой волатильности ожидаемой новости. Да, так что, как-то так. Вот, что ж, ладно, примерно картина понятна. Давайте теперь посмотрим, что у нас сейчас, скажем, подсказывает, что нам подсказывает технический анализ, да, какая у нас тут картинка. Итак, по евро-доллару продолжается у нас снижение, да, евро так довольно усердно снижается. Я вчера отметил, что вероятнее всего будет снижение, да, но я даже не ожидал, что так активно, я думал, что где-то здесь, да, ну, будет уже 1.07, 1.08, где-то откат и продолжение, но, как видим, отката нету, продолжение тем более, да, то есть тренд, ну, явно и сменился на нисходящий, причем за сегодня вы уже видите, да, где находится евро, да, какой отметки. Ну, из текущего 1.07.50 уровень могу отметить, но, как говорится, что делать на этом уровне, я пока не определился, да, либо с этого уровня какие-то покупки делать, да, либо продавать по пробитии данного уровня, пока не скажу, да. Такие, ну, довольно продолжительное, мощное движение, они как бы заставляют подумать, да, вообще, ну, либо это уже кульминация продаж, да, либо все уже практически, кто хотел продать, продали, да, и так цена снизилась, либо это только начало, как говорится, начало-начал, да. Вот, так что по евро пока, ну, не сужу, да, не берусь судить, что тут и будет, и как. Конечно, возможно, какой-то кратковременный откат, вероятно такая, вероятен такой сценарий, конечно, из, ну, возможно, где-то отметок, куда тут будет что-то катиться, я думаю, что где-то, ну, к отметке 1.07.80 очень вероятно, есть вероятность отката, да, конечно, это не значит, что нам надо прямо сейчас заходить в покупки, но это так, попытка описать возможное движение, возможно, ценовое движение, да, попытка проанализировать это движение, так что, ну, пока, как говорится, по евро-доллару будем наблюдать, ну, будем иметь в виду, да, если вдруг какой-то откат пойдет, хотя в целом складывается такое впечатление, что уровень будет пробит, да, и, возможно, мы даже с этого уровня какие-то продажи будем делать, то есть, ну, есть, по крайней мере, на это свои предпосылки, свое видение, свое мнение, да. Вот, в целом могу сказать, что, как бы, тренд уже нисходящий начался, да, и, как говорится, залазит нам уже впадение в само развитие тренда, но не с руки, не самый лучший вариант. Дальше. Так, что тут случилось? Глянем доллар, швейцарский франк, что у нас тут происходит? По франку, да, ну, франк погнал наверх, причем так довольно активно, довольно агрессивно, да, сметая на своем пути все преграды, преграды, все возможные уровни и так далее, которые появляются из того, что, как бы, я здесь отмечал, да, ну, отмечал начало, это точки разворота, где, собственно, закрывал продажи, да, была у меня продаж до этого, это ладно, да, то есть смотрите, как красиво отстоялись под уровнем, да, и опять протестировали уровень, пошли, не надо было, конечно, заходить пораньше в покупке, да, то есть, ну, возможность была, сейчас такой возможности нету, я думаю, что вероятнее всего, вероятнее всего, да, по швейцарскому франку, ну, мы увидим дальнейший, пока тренд, дальнейшее движение наверх, но это из того, что, как бы, я сейчас смотрю, наблюдаю, да, из того, какие мысли сейчас мне приходят, вот, так что пока евро-доллар вниз, да, доллар-франк вверх, ну, по крайней мере, сегодня, может быть, даже и завтра будет продолжение, да, то есть, скорее всего, мы пока увидим такой вот восходящее движение, такой аптренд на счет возможности отката, какой-то возможности зайти в сделки, но, к сожалению, тренд уже довольно хорошо развился, да, и, как правило, после таких продолжительных движений, после таких продолжительных импульсов, ну, есть вероятность нарваться на откаты, поэтому на макушке я бы заходить здесь не советовал, да, ну, дождаться возможного появления сигнала, если он, конечно, появится. Конечно, может быть такая ситуация, что точки входа просто, ну, не сформируется точка входа, да, мы можем там просто проводить взглядом весь тренд, все движение, такое бывает, но это ничего страшного, да, то есть ничего, скажем, страшного у вас единственного в этом нету. В целом, по дневкам, ну, важно посмотреть, конечно, как закроется сегодняшний день, да, как закроется сегодня день по доллар-франк, но, возможно, все-таки, если мы закроемся с хорошим плюсом, я думаю, что завтра, да, либо даже, ну, завтра, либо послезавтра будет какая-то возможность отката, ну, может быть, рынок нам предоставит точку входа. Пока входа нет, пока я считаю лучше повременить. Дальше фунт-доллар. По фунту, да, по фунту, в принципе, вчерашняя идея, да, она сработала, единственное, что сработала еще пониже, вот, ну, я ожидал вчера, да, что вероятнее всего мы откатимся где-то 1.24, ну, 60-70, да, и пойдем дальше, но пробили намного ниже, да, подхват снизу и, собственно, выход наверх. По факту у меня сейчас, в принципе, тоже открыта позиция по фунту, только фунт-австралийский доллар, как вы видите, да, вот, а что касаемо британского фунта, я думаю, что, ну, текущий уровень, да, который здесь у нас вырисовался, я думаю, что он все-таки будет пробит. Я рассчитываю, что цена его преодолеет, этот уровень, эту отметку, да, и вероятнее всего продолжится аптренд, да, продолжится восходящее движение где-то 1.2550, то есть это то, что, ну, можно ожидать такой, как говорится, наиболее вероятностный сценарий, да, а что будет дальше сказать довольно сложно, это, во-первых, ну, и во-вторых, конечно же, ну, надо наблюдать сейчас, да, как будет развиваться цена, видим, что с первого захода, да, с первого импульса пробить уровень не удалось, то есть случился такой небольшой микрооткат, как я называю, да, вот, ну, вероятнее всего продолжится восходящее движение, это при том, что евро там, да, снижается, с евро снижается, ну, по крайней мере, на фунт у меня такие планы, такие взгляды насчет, там, добавки где-то по фунту, ну, не вариант пока, то есть пока я думаю, что лучше, лучше не добавляться, да, если кто-то открылся, ну, держать дальше. Так, японская иена творит тут чудеса, да, вчерашние сделки, вчерашний уход, кто досидел до стопа, да, вернее, кто не спасал, не закрыл позицию раньше времени, тот, в принципе, и заработал 111.25, уровень, как и планировалось дальше, сейчас здесь немного цена отошла, но как-то не внушает доверия, если честно, очень, уж очень, как говорится, очень, очень, очень напряженно, да, идет снижение, вот, я бы даже, наверное, рассчитывал на возобновление восходящего движения, на возобновление аптренда, да, вот, ну, именно так, в принципе, и смотрится, здесь, если так смотреть, например, четырехчасовой, да, таймфрейм, то где-то, вот у нас имеется уровень, в принципе, да, 110.73, цена его потрогала и уйти ниже не смогла, а вполне вероятно, что с этого уровня, да, может развиться следующее движение, ну, я могу только предположительную схему, да, этого движения предложить, скажем, такую разметку условную, да, а как уже на самом деле, ну, как говорится, рынок сам решит, да, рынок сам выберет направление и, ну, характер движения, там, следующий какой-то уровень, я думаю, что это где-то здесь, 118, ой, 112.40 отметка, по крайней мере, наблюдается, именно такая картинка, да, именно такая вот логика движения по японской иене, поэтому, ну, будем наблюдать, я бы хотел в 111.25, то есть зайти уже по преодолению этого уровня, когда цена выйдет за этот уровень, просто как только цена этот уровень преодолеет, можно будет уже выдохнуть, сказать, что, ну, это нисходящее движение завершилось, закончилось, да, и вероятнее всего мы увидим уже какой-то аптренд, возобновление, да, восходящего тренда, то есть движение наверх. Ну, это пока в планах, да, конечно же, цена может там план наш нарушить, да, взять такие и уехать вниз. То есть такое бывало уже неоднократно, бывало, есть и будет, да, то есть на то это и рынок, потому что нельзя точно на 100% знать, но, опять же, да, если сценарий, цена развивается по нашему сценарию, идет движение, то, соответственно, лучше этого сценария и придерживаться. Пока я набросал именно такой сценарий. Дальше австралийский доллар. Вчера, да, то есть ставил отметку, что вероятнее всего будет движение наверх по австралийцу. Ну, здесь такое очень быстрое движение было, вышли за уровень 76.40, да, и вот это еще несколько раз тестировали, но пока сказать, что начался какой-то тренд сложно, да, то есть придавливает цену вниз, движется цена ниже, да, пока о каком-то аптренде, восходящем движении говорится, как говорится, не принято, рано еще об этом говорить, да, хотя что-то и есть, но цена, можно сказать, уперлась, условно говоря, в этот уровень 76.50, да, его немного проколола и опустилась пониже, да, то есть для того, чтобы у нас возобновился восходящий тренд, для того, чтобы можно было уже довольно смело заходить в покупки, нам необходимо что? Ну, чтобы цена этот уровень все-таки преодолела, да, и вышла наверх этого уровня, чтобы она продолжила восходящее движение, чтобы продолжила аптренд. Пока цена этот уровень не пробьет, да, 76.50, естественно, о покупках мы не говорим, да, как говорится, о покупках не идет и речи даже, вот, поэтому пока просто наблюдаем, следим за ситуацией, ну, а на случай, да, можно поставить, конечно, Аверт, например, если цена уйдет выше, да, тогда уже здесь, в этой области, в этой зоне искать возможности для покупки, искать, собственно, возможности для открытия сделок в лонг, да, как говорят трейдеры зайти в лонг. Дальше глянем новозеландский доллар, что у нас тут здесь с новозеландским долларом, да, ну, по новозеландцу я тут уже вчера разметку ставил, да, что сейчас цена уйдет наверх, пока цена наверх не уходит, а скорее даже немного ниже ушла, ну, далеко не ушла, да, то есть обратите внимание, чуть-чуть просто расширился диапазон, можно общий диапазон, да, обозначить где-то на вот этой отметке, сказать, что просто-напросто расширился флэт, да, расширилось боковое движение, логика пока остается прежней, логика движения, да, то есть аптренд возможен только выше уровня на 70.07, ну, 0.70-70, да, даже вот так вот обзовем, то есть если цена выйдет выше, да, тогда мы ищем покупки, ищем возможности для покупок, пока просто-напросто по новозеландскому доллару мы наблюдаем флэт, да, ничто иное, как именно флэт, да, он растянут по времени, растянут, скажем, по горизонтали, по вертикали, да, но это ничто иное, как флэт, тренда здесь пока, к сожалению, там, увы, ах, не наблюдается, да, что-то подзаработать, я думаю, что не очень получится, так что пока, пожалуй, дождемся конкретики, дождемся более понятных движений. Дальше канадский доллар, что у нас тут по канадскому доллару, вот, канадский доллар тоже тут удивляет, вчера была возможность зайти в продажи, если честно, как бы я, ну, не то, что просмотрел, да, я выставлялся на продажу от этого уровня, но потом отложку убрал, решил, что уже не актуально, да, оказалось, что еще как актуально, то есть, возможности, видите, были для продаж, а что сейчас по канадскому доллару, ну, вероятнее всего, поднимется он пока повыше, да, возможно, даже и доберется до уровня, то есть, если посмотрим на рынок в общем и целом, то по рынку такой разнобой идет, что просто караул, как говорится, да, там евро себе, иена себе, австралийский себе, доллар, такой вот диссонанс, как бы с непривычкой, потому что обычно все движется там с долларом США или за долларом США, да, здесь фунт на себя тянет одеяло, сейчас такой ситуации на рынке давненько, я не припомню. Вот, это что касаемо канадского доллара, да, то есть пока из всех, ну, наиболее таких вероятностных сценариев, да, это где-то, ну, 1.33, то 90, 1.34, это, скажем, такой наиболее вероятностный сценарий, но чтобы там каких-то вариантов для сделки, я пока не наблюдаю, да, пока не вижу такого сценария. Так, давайте глянем, перепрыгнем пока фунт австралийский доллар, я не пойму в чем дело, да, что тут с моей позицией не так, ну, вот он, собственно, уровень, да, очень такой маленький уровень, скромный уровень, с которого я решил зайти, с которого я решил открыть позицию, вот, давайте вот, наверное, вот так вот посмотрел, я тут на 30 минутках, да, нашел возможность для входа, я думаю, что пока, как бы, рассчитываю на то, что это техничный откат, технический откат, возможно, еще раз цена вернется к уровню, да, но, по крайней мере, я на это рассчитываю, и высока вероятность того, что продолжится движение, это где-то, ну, к следующему уровню, да, то есть высмотрим на фунт австралийский, обычно я там кроссы стараюсь обходить стороной, но, как говорится, выглядел, проглядел, да, момент захода, то есть пока смотрится именно так, такое довольно, видите, продолжительно нисходящее движение, да, и тут у нас, скажем, первые признаки разворота, да, первые признаки, первые попытки того, что цена может развернуться, ну, как минимум, да, попробовать. Могу так сказать, что если уж вдруг все-таки цена и не развернется, пробьет этот уровень, то, в принципе, он будет довольно неплохим уровнем для продаж, да, то есть если вдруг цена его пробьет, от этого уровня можно будет искать продажу, можно будет заходить, но я рассчитываю на то, что все-таки вот-вот-вот-вот, да, ключевое слово, любимая фраза, вот-вот, почти скоро уже, да, я думаю, что будет разворот по фунту австралийцы, дальше движение, ну, много не берем, примерно один к двум соотношения по рискам, да, то есть поэтому нормально. Это по фунту австралийцы, все, я посмотрел, я успокоился, да, насчет позиции, дальше глянем, доллар, сингапурский доллар, тут тоже такие баталии идут, что мама не горюй, да, 1.3976, добрались, долго-долго-долго стучали в уровень, отошли, что сейчас, да, вот сейчас, кстати, очень интересная картинка на самом деле, то есть есть у нас, скажем, один уровень, да, есть у нас уровень там поменьше вот здесь, да, и, как говорится, чья возьмет, да, чья возьмет, как поступать в таких случаях, ну, здесь либо смотреть отработку вот этого уровня, да, либо заходить в продажу ниже вот этого уровня, то есть такая вот, такие ситуации, с такими ситуациями неоднократно сталкивался, как правило, как правило, да, отрабатывает, ну, тот уровень, где было, ну, приложено больше усилий, да, то есть больше расторговка была здесь, как правило, в приоритете должны быть покупки рассматривать, да, но может, конечно, быть и обратная ситуация, я говорю только, знаете, о таких ситуациях, которые бывают чаще всего, да, чаще всего, ну, если у нас здесь поменялся тренд, да, то, вероятнее, все будет и продолжение дальше его тренда, хотя мы видим пока, да, видите, упирается, упирается всеми правдами и неправдами. Дальше глянем МЕКС, так, по поводу ЗАРа подлес творит, да, смотрите, по МЕКСу тоже очень похожая ситуация, как и по сингапурскому доллару, есть у нас здесь основной уровень, да, от которого шло движение, есть у нас здесь мелкий уровень, с которого, в принципе, внутри дня можно было совершать победоносные продажи в коем-то веке, да, наконец-то МЕКС дал хорошую точку входа, а не какое-то там придуманное кое-что, да, вот, ну, по поводу прямо сейчас 1891 покупает сомнения, да, видите, цена его пока прошивает, да, но, скажем, есть вероятность, что все-таки отпрыгнет. Надо смотреть сейчас, как цена будет реагировать на этот тур, и будет ли она вообще на него реагировать. Не оставим без внимания золото и серебро обязательно, как же, как же без этого, да, по золоту пока какие-то, ну, не то что сложности, да, но, скажем, такие моменты, которые мне не очень понятны, не очень нравятся, да, да, что такое, не попаду, вот, 12.52 уровень, да, причем, смотрите, здесь тоже такие качели, но нет той тонкости, нет той легкости, да, с которыми отрабатываются уровни, это можно даже вот так вот обозначить, 12.52.19, его вроде бы пробили, да, этот уровень, но дальше, как говорится, дело не заладилось, да, цена немного вверх, немного вниз, и, а если мы возьмем меньше таймфрейм, например, 15 минут, да, то мы увидим, что цена здесь довольно долго наторговывается, плюс такие вот ложные пробои, да, они как бы включают у меня, знаете, механизм защиты, ты только увидел, все, значит, туда лучше не соваться, да, вот, ну, вероятнее всего по золоту, как бы пока так, пока такие мысли, да, 12.56 это самое ближайшее, что я могу увидеть на какие-то более дальние, более продолжительные таймфреймы, я даже не рассчитываю, да, ну, ситуация на рынке реально сложная сейчас складывается, все торгуется вообще, даже я привык смотреть корреляцию рынка, знаете, там, посмотрел, что куда идет, ага, ну, значит, будем там торговать, там, доллар или против доллара, а сейчас караул просто, все торгуется, как хочу, так и торгуюсь, да, вот, по серебру такая же картинка, смотрите, тоже, да, даже уровень строить не буду, что-то наторговались, да, и попытка выйти наверх, сейчас пока хотя бы хоть золото с серебром коррелирует, и то неплохо, гляну, по евроканадцу была идея, похоже, что не совсем она сейчас отработает, эта идея, но, как говорится, имеется, смотрите, первый уровень, да, рассчитывал, но, как бы уже тренд поменялся, да, я даже не рассчитывал особо на этот, тоже реакция была, но пробили, то есть, как вариант, можно придумать себе кое-что другое, как вариант, можно, ну, вообще надо смотреть, да, потому что здесь еще у нас уровень образовался, но, как вариант, можно попробовать, да, что такое, можно попробовать вот такую штуку, да, в надежде на продолжение, конечно, не факт, что будет продолжение, да, но, как вариант, можно попробовать. Так, ну что, фунт австралиец мой же в ноль скатился почти, ну, как-то даже не очень приятно, было все так хорошо, так хорошо все начиналось, да, и так не очень хорошо заканчивается, ладно, почти, почти дошли, там, да, прошли тут уже аж целых 70 пунктов, почти 65, да, и от захода на этом все остановилось, я очень надеюсь, австралиец, фунт австралиец не подведи, да, хотя фунт подлец, часто бывает так. Что творит зар, да, подлец зар, да, да, рост уже, ну, скажем так, уже можно миллионером было стать, да, на этом росте, но, опять же, пока, если честно, мне не нравится этот рост, очень, скажем, слишком быстрый, аномально быстрый рост, да, аномально быстрая реакция, вот, ну, из-за того, что есть, смотрите, добрались до уровня, я когда-то здесь пытался по уровню, да, зайти в покупки, наложенный вот этот пробой попался, цена как раз-таки до него и дошла, да, ну, что, если так говорить о долгосрочных покупках, то нам надо дождаться пробития этого уровня, и желательно, чтобы это пробитие было не ложным, а истинным, да, пробитие, вот, хотя тут уже раз, два, три, ну, три дня такой активный рост, я думаю, что если будет пробитие, то, скорее всего, точно не на этой неделе, ну, вернее, точка входа, да, пробитие-то может быть и на этой неделе, а момент входа, возможность для того, чтобы открыть позицию, я думаю, что где-то на следующей неделе, да, есть, опять же, есть пробьют, вот, такая ключевая оговорка, да, хотя, видите, какая просто волатильность здесь космическая, да, вроде бы ударился, ударился об уровень и сейчас там собирается уходить, но три дня, ну, не советую торговать эту пару, это просто какой-то крэйзи волатильная пара, безумная, все ваши стопы посметают в один момент, да, то есть, либо стоп надо километровый ставить, ну, либо, либо, как говорится, да, ну, быть поосторожнее, по фунту штормит, сегодня ни один депо треснет, да, но по фунту же подписали, Тереза Мэй подписала вот этот механизм милиционирования Брексита, да, то есть, как говорится, вопросов больше не осталось, да, 100% Британия будет выходить и, собственно, там уже работают над этим, поэтому с фунтом такие вот шторма происходят, да, то есть, причем не только с фунтом, да, как бы довольно его крепко шатает, да, отобрает до уровня, откатывает, ну, будем надеяться, ладно. Такой обзор на сегодня по основным валютным парам, золото-серебру, наверное, помню, что, если кто-то не успел посмотреть, у нас всегда есть запись на канале Альпари в Ютьюбе, в группе ВКонтакте, можете пересмотреть, да, посмотреть там с прогнозами, сбылось, не сбылось, как говорится, вот, ну, если вдруг что-то непонятно просмотрели, кто-то опоздал, да, можете посмотреть, собственно, в записи. Что ж, на этом я с вами на сегодня прощаюсь, всем хорошего дня и до встречи с вами на следующих наших семинарах. Напомню, сегодня в 18 часов по Москве, продолжение базового курса, первой части, третье занятие у нас будет технический анализ, графический анализ. Что ж, на этом все, всем хорошего дня и до встречи в 18 часов по Москве. Субтитры создавал DimaTorzok